Тот момент, когда карта длилась меньше, чем пауза между картами. Всем привет еще раз, добрый вечер. Викинги против имперцев, плей-офф D2CL. И очень легкая карта от викингов. Хотя, как сказать, она была легкой, даже с большой вероятностью викинги бы ее закрыли. Но есть предположение, что она могла бы идти не 20 минут, а и 30, и 40. И как-то имперцы могли бы откидываться, были для этого героя. Была возможность постоянно сплетить от Нечи с Профита. Морфлинг против Геррокоптера пикался. Прежде всего, как мне это виделось, ты превращаешься в Геррокоптер, нажимаешь флэг, стреляешь, отспамливаешься. Ну, в общем, варианты были. Это ведь игра, где стояли Т2 башни, по-моему, все. И сдались игроки Empire, что тоже странно. При Т2 башнях можно было еще поиграть. Ну ладно, это их решение. Не захотелось им играть. Посмотрим, в будущем вообще живой ли герой Морфлинг, или может быть все же. Вот Форс говорит, что вроде незначительная эта перекачка. Ну, там 10 маны в секунду. Да. Но ты же постоянно нажимаешь, ты же на Fairy Fire нажать надо, там перекачаться. Ну смотри, сколько ты, ну, с четвертой перекачкой, сколько ты с четвертой перекачкой ловкости в силу перекачаешь за 3 секунды. Ты же, ну, пол, практически, ну, можешь до упора перекачаться. Сколько там? 30 маны. Ну ладно, там уже за 5 секунд ты перекачаешься полностью. 50 маны ты будешь ставить. Проблема в том, что, типа, вообще без маны ты не можешь перекачаться. Если, например, на Морфа напали, там, дали ему какой-то сайленс, у него еще нет ман, ты прыгнул антимаг и выжег ему, там, почти всю ману. То, ну, тебе, скорее всего, на перекачку плюс новой форм просто не хватит. И ты вместо того, чтобы бегать с 4К, там, хп по кругами, впитывая и впитывая урон, ты просто умрешь, там, когда у тебя, там, полторы тысячи хп и все. То есть, ну, конечно, это, ну, нерв Морфа, довольно, ну, наверное, ощутимый. Но все равно, типа, играть можно. Герой это не самый плохой сейчас. С ним по-прежнему можно что-то делать. Я просто не помню, там, какие другие изменения. Мы там много чего вообще поменяли. Там вообще, кстати говоря, ему интеллекта при этом добавили немножко. Там и прирост увеличили на 3 десятых, и 4 интеллекта, ну, базовых дали дополнительных. Он, атрибют шифт, скорость превращения изменена с 1, 4, 10, 26 на 3, 5, 12, 24. То есть, на ранних уровнях чуть получше теперь перекачиваться, поприятнее. Вот. Ну, там таланты, понятное дело, поменяли. Но в целом нормальный герой, как бы, еще можно играть. Просто мне... И когда я читал патчноут, я, когда увидел это изменение, я понял, что все, типа, это, ну... Это похороны морфа. Но на самом деле нет. Играть им можно вроде как. Так, имперцы берут дровку. Вот сейчас мета как раз... Мне кажется, что этот патч — это мета для оранжевых керри хорошая, для луны, для медузы и для дровки в первую очередь. Потому что, ну, во-первых, этих героев просто бафнули. И луну, и дровку, и медузу, как мне показалось. Хотя это я не помню по поводу луны. Ну, луну, по крайней мере, косвенно бафнули, потому что, ну, там, чуть лучше этот, кастпоинт Эклипса сделали лучше. Но луны у нас нет. Дровку точно бафнули. Дровка очень сильно обнулась поинрейту в матчмейкинге. Там было у нее до патча 48-49 процентов. После патча 53. Точно это серьезный прыжок. Вверх. Вот, просто манта очень хорошая сейчас. Сейчас манта на рэнш и на мили персонажах, она почти одинаковая. Раньше манта на рэнш персонажах была намного слабее из-за, ну, длительного кулдауна на использовании. Воу. А сейчас ты можешь намного чаще иллюзий с мантой вызывать, будучи вот дровкой, там, луной, медузой. Вот, поэтому вот это такое неплохое подспорье для рэнш керри персонажей. Ими можно сейчас попытаться сыграть почаще. Вот, дровка у нас давно не появлялась, вот сейчас она появляется. И, в принципе, тут есть кому подтанчить для этой дровки. Туск, пангольер там впереди могут. Туск в шарике, там, пангольер тоже в шарике. Вот, но нужен, конечно, какой-то мид под дровку неплохой. То есть персонаж, который либо будет тоже дополнительно создавать какой-то живой щит в игре для нее, либо будет хорошо сочетаться с ее пассивками там. Даже, не знаю, раньше любили там всяких вайперов, штормов. Что тут вообще за керри? Пока, вау, викинги керри своего еще не показали. Было бы, конечно, проще. Я просто свернулся на страницу героев, хочу дровку выбрать, посмотреть. Тааааак. Патч-ноут открой, попроще будет смотреть изменить. Да нет, я хочу не чинжлок изменить, а вот именно саму дровку почитать. Да, все. Ну, просто хотел убедиться. Да, любили раньше персонажей всяких с дровкой брать. Шторм неплохо, Вайпер неплохо, Медуза неплохо. Но вот говорю, Разором, может быть, сейчас попытаться. Разором вроде в прошлом патче любили играть. Так не то, чтобы прям, по-моему, сильно занерфли. Я что-то патч-ноут закрыл. Зачем-то. Разор в бане. А, он прям, да, рано забанен. Ну окей, ну ладно. Против Тайда, типа, неплохой вариант. Да и линия Разор Туск была бы очень сильная. Подумали-подумали, ребята, взяли инвокера. Инвокер, я про него, по-моему, на... А, нет, на стримах. У нас же последний стрим был на старом патче. Просто я вчера там с sports.cyber.ru общался в Телеграме. В голосовом чате, в таком подкасте. Вот, мы там обсуждали патчи. И как раз про инвокера я рассказывал там, что это сейчас персонаж очень сильный. Из-за того, что вернули статы на сферы. Вот, Викинг, недолго думая, взяли фантомку. Поскольку это такой классический вариант контры дровки. Да, видишь дровку, берешь фантомку. Типа, ты на нее напрыгиваешь, ты ее убиваешь. Дровка не любит ближний бой. И поэтому фантомка очень... Очень сочно смотрится против дроу-рэнджер. Так что... Выбор неплохой. Но дровка тоже может, на самом деле, дать прикурить фантомке с ее ультой. Ну да, так-то, учитывая всякие тру-страйки, мейдровки, плохо может работать. Коэффициенты однозначные на матч теперь в целом. Почти 12 на Эмпайр, 1-0-2 на Викинг от Джибет. А первая карта, она прям очень удивила. Очень удивила, насколько имперца быстро эту игру отдали. Ну, пик-то неплохой, имперцев. Смотрите сами. Как говорит Форс. Сейвить дрова-рэнджера есть чем. Инвокер. Кстати, как тебе на инвокера вот этот новый шард с тремя метеоритами? Это вообще рабочая штука или... Да, я, честно говоря, не понял. Мне кажется, не особо. Да все равно ты тайминги... Ну, прошлый шард вообще был мусор просто откровенный. Вот. Этот, ну, может как-то прикольно работать там под какими-то, ну, станами. Там может подревать, два метеорита кинуть. Так, чтобы они, знаешь, разлетелись нормально. Попали по большому количеству героев. Ну, слушай, посмотрим, будет ли Депресс-кит покупать этот шард. Вообще, во-первых, у какого инвокера он собрался играть? Квас Векс или Экзорд Квас? И насколько у него хорошо пойдет игра? Потому что, очевидно, если игра у Импайра пойдет не самым лучшим образом, а это не исключено, да, поскольку, ну, имперцы первую карту как-то тельтанули за 18 минут, слили, написав ГГ, вот. И викинги все-таки, ну, мне кажется, явные фавориты в этой встрече. Может, игра просто не пойти, и тогда дополнительных денег для шарда просто-напросто не будет. Да, будет играть в Экзорд, ставить себе стандартный билд через, там, стикинули, талисманы и прочее. Санстрайк на респаун не полетел, кстати говоря, а мог бы полететь, чтобы увидеть смоук, который викинги прожали. И стоять инвокеру придется против пака, который сам тебе танк-то и приобрет. Ну, ладно, смотрим. Смотрим, что из этого получится. Ставится вард, кстати, слушай, интересно, да. Подбежали, сразу вард поставили в смоуке. Надо намотать на ус такие фишки. Ну, имперцы этот вард, по-моему, обходят. Я думаю, что ночью на него вижены нет. Ну, тайда находит неудобная цель. Можно было бы вкачать шарды, попытаться его закрыть. А Селерия на тайде — это пятерка. Причем интересный вилд у него. Слушай, а он что, хочет боттл впулить или что это? Может быть. Ну, а какие еще варианты? Зачем он оставляет заппорт? Зачем ему боттл конкретно, как для пятерки? Вот это идеальный саппорт. Тупо впулит боттл. Я такой, кстати, где-то такое видел. А у пака боттла нет? Где ты видел? В 2013-м? Нет, где-то на ютубчике недавно. А, типа с этим патчем? Да, да, да. Так что это не суперфишка. Такое бывает. Ну, хорошо. Вот он стоит 675. Чуть дороже. Но, а на линии... Ну, хотя, что-то иду на линии. Правильно, что ему? Зачем? Зачем? Зачем, что танго ему надо? Он, тем более, может выпить бутылку сам, а потом паку принести. Респектно. На второй минуте. Ну, ладно, посмотрим. 675 золота почти есть. Вот он покупается. И курьер пошел на мид. Это... Это жестко. Жестко. Пак, соответственно, играет по старым привычным канонам. Покупает тебе фласочки. Покупает тебе нулики. Ну, посмотрим, как это все в итоге повлияет на легкую линию. Где тает без закупа. Как ни крути. Он все равно без закупа. Не так много гаши. 3 гаши ты даешь. Все, у тебя мана не будет. Бьет Саюша. Несколько ударов делают. Ничего страшного для него не произошло. На легкой линии туск. И драгонайт тени ДП. Надо быть аккуратнее. Смайли Найту там уже самому. Немножко ошибется. Немножко там тени сможет засмерть зайти. Тут же тос. Сифон вплотную к ДП. У ДП, кстати говоря, тоже появился огоньем шар достаточно интересный. Так, я не знаю, будем ли мы его видеть постоянно в деле. Там самое интересное, вот этот сиксифона, который будет давать в какой-то момент эффект страха. Все, у пака есть боттл. Инвокер играет без боттла. Так, наверное... Хотя на инвокера тоже, я думаю, боттл можно представить. Форс рассказывал уже что-то. Ну, представь, насколько пак будет много спамить. Вы представьте, у тебя сейчас вторая минута, третья минута, постоянно спам идет. Пак может просто по КД нажимать все эти кнопки. Инвокеру придется реген довозить или на квасе стоит постоянно. Сейчас, может, инвокер попытается форжом, но не успеет. Форж умирает и... Но вызвать он не может. На первом квасе там длительность форжа не сильно большая. И пак просто кидает арбу, пополняет боттл. Зачем? Сэнлнс нажимает, пополняет боттл. А второй будет заднайна, вторая руна. Ну, хотя бы так. Хотя бы так. Инвокеру бы, конечно, подобрать бы ее. Против пака тяжело бегать. То есть ему надо было сразу на второй минуте уже на другую руну бежать и не стоять. А он вроде и на миде хочет пофармить, не терять крипов здесь. Ну, ладно, ладно. Пока при этом инвокер нормально фармит. С экзортом урона много. Сейчас манджеклон себе докупит. Стики постоянно пополняются. Снизу дру рейнджер здесь крипов. Попытка убить Диспрофит. Диспрофит нажимает единственный сифон. Высасывает немножко жизнью ванскора. Тег тим заканчивается и отходит. Регены у него еще много. Через 15 секунд появляются баунти руны. Перемещается на баунти руны. Тайтхантер. Ну и бежит, разумеется, шаману, у которого есть связка. Как? Селерия? Забирает баунти. Так еще и побьет шамана. Шаман вроде как классный саппорт для того, чтобы размениваться, но не против Тайтхантера. Не против Тайтхантера, конечно. Но Саюж мог дать шеклз, стоя на руне, и во время действия шеклза сразу же кликнуть на руну, он бы тогда должен был забрать, правильно? Не факт, не факт все равно. По-моему, это так работает. Типа ты держишь, первый просто кликаешь, первее Тайда. Вот, и все, забираешь руну. Хотя, бог его знает. Надо смотреть на перспективы ланинга здесь. У пака вряд ли будет все плохо в этой игре, но и Нокер тоже хорошо качается. Раш от Мидас, даже не грейдит себе ноль талисмана, дает фаржа. Пак за счет того, что фаржей забирает, чуть больше будет иметь всегда. Четвертая минута, пауэр-руны появятся. Еще не пауэр-руны, еще же руны водные. Или будем называть их пауэр-руны, я вот не знаю, это пауэр-руны? Нет, 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 это вода, водичка. Ой, две руны сейчас заберет, да? Хайф. Можно и теника обмазать. Хотя нет, вот все, все себе, все себе. Ну вот, вот он, видите, что делает Боттл. Когда у противника Боттла нет, и ему даже неинтересно пытаться руны эти подконтраливать. Нет, никто не говорит, что такая игра на инвокере, которую демонстрирует депресс-кид для этого патча актуальна. Я уже видел инвокеров, которые с Боттлом играют. И это норм тема. Паспамить скиллами лишний раз. Например, квас-векс инвокеру очень важно, ну, иметь ману, чтобы ты постоянно можешь торнадо кидать. Торнадо очень много урона наносит. Торнадо трудно промахнуться. На экзорт инвокере, например, нанести какой-то урон... Ого, бум, как кидывает. Там ферстблат у нас тем временем на боте. Арамис вместе с Кизу ванскоро забирает. Сейчас попытается, может, и на Смайлен Найда здесь как-то напасть. Но у того из тапок он уже очень быстро под вышкой оказывается. Очень спокойное пока начало. Наверное, вот нижняя линия, там больше всего контактов. То Ти не выйдет, то Тусик выйдет своим тег-тимом. Бьют сейчас Хизу ванскор. Нет сноубола, тег-тим в два, зато прокачивает Хизу. Сифон нажимает, телепорт нажимает. И сноубола, нет, Хизу это понимает, улетает. Притом недалеко. Есть у него один заряд в урне, который он недавно заработал. Фантом Ассасин от топи умирает. Вот так вот. Там через Санстрайк забрали. Хекс, Санстрайк, да, и Свэшбакл в два. Инвокер молодец. Несмотря на такую линию, держится молодцом. Пак тут все руны забирает. У него все хорошо, на самом деле. Для инвокера самое главное — это КС. Для квас-векс инвокера. Ой, для экзорд инвокера. Он концентрируется именно на КСе, потому что экзорд дает большой урон. Ты стараешься много динаить, много ластхитить. Плюс у тебя есть Форж, которым ты тоже там дополнительно поддинаить или под ластхитить можешь, Клипочка. Вот. И именно убивать... Ну, на этом героя сложно убивать. Я не помню, кто... Кто сказал-то это? Такую фразу, что... Инвокер прикольный герой, но на нем можно максимум отставить линию 50 на 50. То есть ты не можешь на нем прям убить. Ты можешь 50 на 50 отстоять линию, то есть хорошо пофармить. Так, Дремкуэл там где-то ставится. Ага, на Ашамаича. Так, от Арбы увернуться вопрос. Слегка так придушим у него. Что там, штуки есть? Что они убьют? Здорово. А Санстрайк есть? Санстрайк, возможно, оставался на ДП, которые убивали снизу. Хорошо, для имперцев. Отдали шамана, зато у Инвокер снова зарабатывает. Зарабатывая там какой-то ассист, ДП убивает снизу. Троу Рейнджера уровень 6 уже берет. И скоро ее можно будет оставлять на этой линии 1. Тузик может начинать гангать, помогать на топе. Фантом Ассасин прессинговать. Фантом Ассасин жизни сладкая на линии. Ну, в общем-то, прошлая карта начиналась похожим образом. Ничего не предвещало беды. На Миде там были проблемы. Вот да. В остальных линиях все тоже красно. Морф свою убегал. Атака на Варскор. А Варскор с сноуболом. Сайланс только под Тинни попадает. Да и то Сайланс там не нужен был, потому что ничего не было. Но больно, больно под ультимейтом страдает Тинни. Воюет до последнего. Разменяли тузка на Тинни. Что, несомненно, для имперцев плюс. Убираю Тинни, который там блинк. Непонятно, когда купит. Он будет задерживаться на минуты. На 14-е. 12-е. 17-е. Ибо Тинни здесь это одна из главных проблем для Дрова Рейнджера в будущем. Можно будет врываться, тосать поближе. Бангольер с ультимейтом. Наготове. И дает возможности ввести крипов. Хара. И еще самых всех зафармливает. Телепорт вниз от Айдхантра. Атака была на Дрова Рейнджера. Дрова Рейнджера отходит. Сайланс и просто отспамливается. Имперцы очень аккуратно. И отходят все. Пак с иллюзиями. Идет на такой ганг, о котором все знают. Там Форш Спирит был. И он понимает, что нет активной руны. И Смоленай тут же улетает на топ. Очень грамотно. Чего сверхъестественного здесь Карим Пайр не сделал. Просто было понятно, что бум идет вниз. Надо отсюда валить. Прошка. Отличный примет для пака. На топе падает башня. Может быть. Хотя с Дрова Рейнджер пуш будет достаточно активный. Липовсида за секунду. Дровка просто будет стрелять. И ответка. ДП. Ну что не нажимаем. Вот зерцизм. Пора, наверное. Ну пак, наверное, хотят сломать. Я не знаю. Может они успеют. Ну сюда порталец, наверное, уже не. Не захотят просто. Тут видишь, позиция такая, что. Тяжело дать порталы. Что? Вообще жалко ультимейт нажать. Тебе понять не могу. Ну да, жалко. Так если так спушит, зачем его нажимать? Придет, мид нажмет. Тем более после 10 у Тайда уже будет реводж там какой-нибудь. А если не спушит, ну такой же может быть. Сейчас бац, вот придет пангольер. Нажмет эту кнопку. Панга, панга, пангольер. Пришел. Не знаю. Не, может это немножко непонятно. Ну не, вопрос в том, спушит или не спушит. Я не знаю. Не жмет, я объясняю логику. Что хочет оставить, чтобы мид потом пойти забрать, может быть, с этим ультом. Атака на Smiley Knight. Dreamcoil ставится, Турванжера убили. Загулял Smiley Knight. Ты один пошел дальше фармить пачку. Вот это жадность. Знаешь, значит пачку зафармлю и потом пойду в лес. Хотя лес, видишь, он был свободен. Тут крипы везде были. Не то, что там лес был весь профармлен. Нет. Ну и вот, вышка как бы по итогу отправляется на дно. Атака на пака. Пак прячется. Само собой. Само собой прячется. Там как-то попытался инвокер сыграть через колд снэп. Дать микро стан. И чтобы тусик успел тоже залететь. Но вот как-то не вышло. И перемещается на мид имперцы. Да. Инвокер хочет себе форстаф купить следующим слотом. Любопытный артефакт. Очень крайне отличный сайланс. Кстати, АДП санстрайк летит. Но да, депресский, мне кажется, руками просто добирает. Здесь петушара разультился. И вряд ли это к чему-то приведет. Здесь дополнительно просто потеряет туско. Размен мидера на пятую позицию. Более чем удачный для имперцев. Плюс тут еще поражали экзорцизм. Наверное, можно спокойно отступать. Стеночка. О, еще и Тинни так вышел. Да, минус Тинни. Остается башня на миде. Экзорцизм закончится. Неплохо было бы ее допушить. Прям немножко осталось. Не хочется оставлять эту башню на потом. Бывать противнику дополнительное пространство, пока эта башня стоит. Пак вернулся. Немножко от спама. Крипы остаются. ДП. Всех крипов помогает. Добрать. В это время Фэнтом Ассасин фармит. Что самое интересное. Я смотрю, тут какой-то вых. Ассасин. Покритовать можно. Ворваться на дровку можно. Все еще дровка тонкая. Брони много, но их РП мало. Посмотри на инвокера вот сейчас с 10 уровня. Да. 1200 хп и 1000 маны. Так, тут реведж плюс дримкоил. Так просто, да? Так просто. Вообще. Это было так спокойно. Я хотел сказать, что у инвокера очень много маны. Относительно того, что у него было раньше. Это нереальный буст. Вот этот плюс интеллект за счет вкачанного экзорд. Так бы у него на старом патче, наверное, ну сколько у него было? Ну, короче, намного меньше. Тут даже, знаешь, наверное, дело не в том, что у него сейчас 1000, а в том, что он постепенно при прокачке уровня имеет чуть больше маны с каждым разом. Там чуть больше мана реген. Как бы интеллект же не только ману дает, правильно? Он же мана реген немного увеличивает. А вот у него сейчас 4-2 мана регена дополнительно, что тоже хорошо. Хотят все-таки задефать мид, потому что нет реводжа и кайла. И телепортируется сюда инвокер, но напасть уже не получится, потому что возможности как-то зафиксировать персонажа у Империи нет. Еще очень слабый векс у Депресткида, чтобы там Торнадо далеко кин. Вообще в Форстаф он почти вышел. Обидно, что особо не подошли кидать катаклизм. Там нет какого-то овергроуза у Торнадо, ну как у Торнадо, там овергроуз плюс катаклизм крутая связка. Или там вайда с хроносферой. Или там реводжа того же самого, который есть у Викинга. Так, на роне ускорения. Тут дроу рейнджер снова оказывается. Если сейчас выйдет, ну хотя куда тут, только маленький кем фармить. Более того, ничего при этом имперцы не видят, заметили. Бака, ну хорошо. Может, не закончится. Хотя будут защищать. Какие-то телепорты. Приходят пангалер с ультимейтом, но не тут-то было. Пак очень быстро отходит назад. Все прячутся. 5-8 счет. Тысяча перевес за Викингами. Фантом Ассасин дофармливает свой Баттлфюри. По таймингам он не идеальный. Но если продолжим фарминг в том же духе, он будет средний. Средний. Хотя, хотя стопорбов, дестракшн. Хорошенький, хорошенький. Так уж и плохо. Все-таки это предмет дорогой. Дорогущий. Если бы не это арба, уже БФ-то. Так вот. 14 минут. Стоит медальончик. На позиции 5 фармит. Блинкдагер будет от Тини. Ясное дело, через минуту. 2-3. О, сверхъестественного не произойдет. Кизу. В опасности. Рядом, правда, стоит башня. Кто может прийти? Пак без тримкойла. Хекс. Никто не придет. Слишком много контроля. Санстрайк и... Биство для инвокера. Все, инвокер с форстаффом. Поглядим, как он будет работать. Этот форстафф. Манн тут еще умудряется со змейками немного лес профармить. Ну и что самое главное, эти змейки никто не бьет. Если они их не зафармят, это очень много денег. Ну, если все зафармят, там хороший, да. О, Манн еще пытается отвести крипов, чтобы тоже подфармить чуть-чуть. Ну, что-то они не хотят далеко. Можно лайновых было с агрид? Ну, с агрид сейчас. Замейки, правда, кончаются. Почти ничего не добил. Саюж. Итак, фантомка почти у нас вышла в Battle Fury. Тайминги позже средних таймингов прошлого патча. Ну, потому что тут по тейру орбов корожен. Все-таки дорогие вещи. Частенько мы видели, что и там джаггернауты, и антимаги, и... И там всякие другие герои просто делают голый тапок. И дальше уже выходят в Battle Fury. Не приобретая, там, каких-то промежуточных вещей, там, стиков, тем более, грейшинного тапка. Вот, ну, ставится хороший вард команды Викинг. Борьба за баунти здесь на 15-й минуте. Манскор выходит вперед, смоук этот ревилит. На него не хочется тратить спейлы. Но вот на дровку можно. Ревальдж использовали. Смайли Найт дает хороший сайланс. Но пока удается поставить ремпойл, и Смайли Найт умрет здесь. Это не обсуждается. Манскору тоже выйти не удается. Тем временем в другой части карты забирают Тинни. Но это всего лишь позиция 4. Которую Петушара, я так понимаю, убивают соло. Да, и не так это важно, учитывая, что Тинни купил себе Блинк. Главный предмет он взял на ближайшие минут 10. Чтобы вруваться и пытаться того же шамана убивать за прокаст. Это запросто. Пак после Вичблейда, Блинк Дайгер. И просто пока Викинг играет комфортную доту. Фантом Ассасин только начинает свое развитие. Тут еще фармить и фармить. Можно по кулдаунам реведжа выходить. В остальное время просто фармить. Как на Рошана так выходит, ребята? А Лакрити ведь есть. Троу Рейнджер понимает, что там нет реведжа. И Рошан падает очень быстро. Под всеми бафами, под змейками. Парш спириты работают. Так и Тим появляется. И даже если сейчас Викинг предполагает, что это Рошан. Они просто не успеют его проверить. Упал он слишком быстро. А Эггис, Лео Дроу Рейнджер? Ну, Викинги просто будут дальше фармить. Главное, что Дроу Рейнджер теперь не будет бояться гангов по древиджу. Дважды ее ухать. Скорее всего не получится. Просто помощь придет. Быстрее. Хотят им перцы потрогать Т2. У Деспрофит нет из-за арцизма. Только что может Тине ворваться. Можно, конечно, ворваться и очень Дроу Рейнджер глубоко выкинуть. В таком случае, да, ее убьют в неудобной позиции. А там дальше останется Дрим Койл. И Викинги сюда перемещаются. Все, кроме Фантомки. Фантомка продолжает фармить лес. Но, если что, скролл на готове. Реведж в откате еще 20 секунд. Ох, и перцы тут по таймингам могут ошибиться. Ультимейты у викингов уже все появляются. Может быть, жарко. Падает Т2. Тине в позиции. Арба. Всех крипов убили. Видит Деспрофит. Деспрофит больно. Дрим Койл. Санстрайк полетел. Сноуболл. Санстрайк попадает в ДП. ДП убивают. Бак страдает очень сильно. Хотя именно он нападал. Успевает уйти. В последний момент. Погибает Дроу Рейнджер в первый раз. Пангольер чудом катается. Реведж залетает в дровку. Ну и Тине сейчас будет фулл проказ. Айлант заканчивается. И погибает Дроу Рейнджер. Рейнджер находит еще и Шамана в Тине. И как-то все печально получается. Один байбэк от Хизу. Ну и плохие тайминги у имперцев. Они уже прям шли на все кнопки противника. Казалось бы, зачем? Вас этот Айгис, он как будто заставил идти куда-то. А может быть и не стоило спешить. Я ложную надежду, что с этим Айгисом можно в принципе хорошо подраться. На самом деле ничего подобного, как мы видим. Дровка просто после респауна тут же получила реведж. Реведж, там куча дизейблов и погибла. Видишь, Пангалер просто не смог нормальные импакты дать. То есть он там впитал на себя спеллы. Да, он там нашел ДП, что-то побил, побил ее. Ушел с вэшбаклом подальше. Раскастовал ульт. Но как только он выкатился в центр тимфайта, в него полетел как бы кортик фантомки. И он просто от кортика, от одного, даже не от крита. Там просто кортик прилетел. Настолько мало было фитпоинтов у Панга. Вот, поэтому... Да, тяжко. Было здесь хорошо подраться. Все-таки Пангалер позиции 3 дает очень много и дизейбла, и возможности урон наносить для Смайли Найты. Он должен оставаться в живых, если герцы хотят хорошо драться. Вот это нован скоро. Он должен будет умереть. Пак с... Смайли Найты не боится. Он тут стрелял какое-то время. Дримкоил получает. Врывается Тинни. Тосс. Дримкоил просто полетел. Разрывает Дримкоил. Смайли Найты выходит. Гаш. Санстрайк, конечно, уже мимо. Пак уже очень далеко. Но Тайтханту больно. Смайли Найты все еще могут ворваться в спину. Врывается Пак. Сайленс, разумеется, в пустоту. От Вич Блейда просто умирает здесь. Смайли Найт приходит Депрест Кит. Раскастают свои спелы. Шамайч. Хекс. На болевой выходим. И... Пака хотелось бы убить, конечно. Пак это главный фраг. Он слабенький. У него мало ХП. Но Блинк плюс Фэйсшифт дает Буму очень много возможностей для Эскейпа. Санстрайк тоже мимо. Второй подряд от Инвокера. Смайли Найты очень много умирает. В это время Фантом Ассасим продолжает фармить. То есть Шед не так активен. Он просто фармит. Разумеется, мы видим по Натворцу уже какая разница. И не забываем, что все же Фантомка пролазь для того, чтобы прыгать в Троу Рейнджер и пытаться быстро убивать. БКБ. Дальше какой-то там пашер может быть. Все. Ты уже просто будешь стоять в контроле. Только надежда на Туска. Который, кстати, невероятно беден. Тесемсот на Творс. В то время как саппорт у Викини вдвоем богатый. Тут Тайт уже запаковался с медальоном. Дальше Блинк решил в Соляру свой медальон не апать. Раньше времени убивает Туска. Инвокер пытается Торнадо хоть как-то спасти своих тиммейтов. Но Пак нажимает фэйсшифт и хуже прячется. Погоня за Банго. Дримкоил через секунду. Хекс. Тиня рядом. Тиня сразу же сбивает связку. Дримкоил ставится на двух героев. Пак без фэйсшифта. Может быть и добьют. Ой, добили. Реведж кастуется. Но вот по урону здесь как-то все печально получается. Просто Тайт не успел. Идея была, конечно же, спасти Пака. Прежде всего. БКБ. Нажимает инвокер. БКБ идет из профит. Грызут. Дроу рейнджер. Дроу рейнджер. Не уходит. Уходит только инвокер. Слушай, а Дровка вообще правильно делает, что играет без БКБ какого-то здесь? Все-таки Яша и Дрэггл Лэнс. Ну, Манту-то надо доделать, конечно. Но без БКБ Дровка играет только по той причине, что... Нет, таймингов нет нормальных. Ей Манту надо доделать. А потом, наверное, может и в БКБ придется выходить. Понятно. Но проблема-то в том, что у Фантомки уже есть БКБ. И она... Ее не испугает ни инвокер, ни шаман, ни ульт Пангольера там какой-то катающийся. Фантомку под БКБ может убить только Дровка под Алакрити. И все. И больше контроля никакого нет. И урона на Фантомку под БКБ тоже нет. Если она это БКБ нажмет, конечно. Не получив там дизейблов каких-то и... Не умирает прокаста магии. И у Смайли Найта явно игра не идет. По Нетворсу он... Идет чуть-чуть выше, чем его собственные тройки. Смоук. Нажали имперцы. Драйвы от Женет еще 75 секунд. Нет экзорцизма. Аналогично. Больше минуты. Ох, пак опасно прыгал. Слушайте, тут его вообще запросто могли подловить. Не поверили чуду такому. Фантом Ассасин с БКБ с Блэйдов Алакрити. Уровень 18. Вот что самое неприятное. 18-у... ДД. Ну сейчас надо идти веселиться. ДД активируется. Может раньше времени. Фантом Ассасин. На одного тузка не жалеет. Ну и... Минус. Ванскор. Благо, что имперцы недавно забирали Рошана и он не может физически еще появиться. Но викинги хотят убивать. Антон Хо уже с этими предметами готова в драках постоянно присутствовать. Бангольерычу вовремя нажимает. Блинкаут. Ролин Тандер не жалеет. Телепорт у него есть. Пара бы, наверное, его кастовать. Что здесь остается? Смело. Майкл в рулентандере. И... Ну... Что сказать? Ошибка игрока серьезная. Кичается, да. Добавить-то ничего. Ошибается. А там в другой касте карты уже нападают. БКБ жмет шат. Баши нет. Пам, пам. Хороший, кстати, форст, да? Мало ли там второй крит подряд вылетает. Не знаю, нужно ли после БКБ Санжин Дьяшу здесь? Так игра идет, что вот этого Башера не хватает. Что просто дрофка не могла с места двинуса. Да, да. Не знаю. Слушай, наверное, соглашусь с тобой. Очень многие герои любят покупать Санжин Дьяшу после БКБ. Там тролль какой-то. Джиггернаут не берет БКБ. Ну, да. Да, и сама Фантомка тоже любит Санжин Дьяшу, когда там приходится играть против всяких дизейблеров сильных, которые даже сквозь БКБ могут тебя продизейблить. Типа, например, Бестмастера с его рором. Вот. Но здесь, да, я с тобой соглашусь, Башеров не хватает. Санжин Дьяшу будет помогать своим стат резистам против скиллов шамана. Ну, помимо того, что она там дает чуть больше силы, чуть больше ловкости, там чуть сильнее криты и там чуть больше скорость атаки. То есть всего понемножку. Артефакт, который продолжает помогать Фантомке давить на газ в этой игре. Команта удру рейнджер. Ну и дальше тут квикбай пика, БКБ. Пика штука дорогая очень. И дорогой прям Тер-1 предмет. Размениваются. Пытается имперцы, по крайней мере, разменяться. Ставит змейки. Приходит на топ-тини. Готов прыгать за инвокером. Инвокер сам выдает легенький прокастик. Ну такой, такой. На троечку. На троечку из десяти. И просто кид на форстафе работает. БКБ нажимает. Дает бласт. Попытка сделать телепорт. Бласт работает какое-то время. И, ну, на грани. Прям рисковал, но в итоге все получилось сделать красиво. Хотя как красиво? Он сместился это всю команду. Т-2 все равно снизу имперцы потеряли. Инвокер теряет еще одну секунду Блэкингбара. Помним, что теперь максимальный Блэкингбар 9-секундный. Минимальный 6-секундный. Что для инвокера, скорее, плюс такой вот вариант. Не знаю, ухудшение или улучшение предмета. Это в форс сделали предмет хуже или лучше? Вот как ты считаешь? Тут вопрос такой. Хуже ли лучше Блэкингбар стал? Как? А, хуже ли лучше стал Блэкингбар? Да. Я, честно говоря, даже... 9,8,7,6. Слушай, мне кажется, лучше. Потому что все-таки дополнительная секунда Блэкингбара на последний ход... Ну, смотря, наверное, как игра идет, да? По какому сценарию? За два Блэкингбара активированы и заканчиваешь уже карту? Или игра затягивается на 10 БКБ активированный плюс? Ну, как-то так. Драка началась. Пока просто убили Варскора. И быстро закончилась очень, да. Да, да. Ну, тут Варскор один вышел. Казалось, что тут много героев. Как вот тут имперцам сейчас контестить этого Рошана? Смотри, у врагов Реведж, у врагов Экзорцизм, у вас потраченный Роллинг Тандер и в таверне Тус, который, конечно, может выкупиться. На него нет портала. То есть Рошана контестить вы вообще никак не можете. А это, кстати, Рошан-то с Шардом? А, может, фантомочки? Я не знаю. Хотя УТП, кстати говоря, сочный тоже. Я вот рассказывал об этом чуть ранее. Но пока игра на фантомку идет. Кому отдали-то? Фантомки, фантомки. Веер ножей. На топе убийство пака. Вот это хорошо. Будет, конечно, месть, это понятно. Но пока не соразмерно она. Фантомас Ассим все еще с ДД бежит. Инвокер остается в невидимости. Может, что-то хочет профармить. Опасно может быть. Ох, по центре. Понимает и происходит, что его видно. Что его будет видно. Даст и неточный инвокер жив. Пак тут же понимает, что после Аганима нужен диск. Чтобы таких больше... Прикол шаманов, который прыгает, вяжет себя не случалось. Этот диск, в общем, дает гарантию. Сто процентно. Можно еще линку купить, на самом деле. Потому что довольно сложно паку и сбить линку, и дать дизейбл. Из-за каст-поинта, да, и из-за каст-тайма на предметах. Стеночка депресс-кида. У него КБ форст-став. Он уходит. Плюс у него там куст-волк уже откатывается. Бесполезно за ним бегать здесь. Телепортируется он на фонтан для того, чтобы восстановить здоровье. В то время как бот потихонечку пангалер вместе с туском здесь поламывают. Ну, очень сложно, конечно, именно темпайт сейчас строить. В команде Empire. Даже не сколько за счет Аегиса, который есть у фонтан, сколько за счет вот именно мощных способностей, которые в тимфайте дают много. Очень сильный саппорт у викингов, понимаете? Тут два саппорта, они могут драку делать чуть ли не в соло. Тайд с реведжем, тени, который врывается, прокаст выдает или кидает тосом какой-то дру рейнджера в эпицентр событий, где уже неудобно находиться. Да, он скоро за две карты очень много раз умер. Я не помню, сколько в первой, но за второй уже 10. Простей у него. И за 30 минут он с транквилами. Ну и 1600 золота. Еще непонятно, когда он этот блин купит, учитывая, что следующая драка, он, скорее всего, тоже будет умирать. Терять деньги. Мог развеян, дру рейнджер. Ох, вот это встреча, вот это встреча. Там там Ассасин прыгает, кинжалы полетели по области. Тусик телепорт нажимает, Туск, на удивление, живет еще. Каким-то образом. Как-то там, да, умудрился заныкаться, нажать телепорт. Шаман сейчас, видимо, вместе с инвокером просто сломают. Зря, зря они дропают варды. А, там глиф. Если глиф, то не зря. Слушай, может Тайда шлепнуть? Как-то быстренько. Через метеор, торнадо, там как-то. Так, вы не заберете вышку, так, мужики. Чего вы боитесь? Постоянно всего. Чуть-чуть агрессивнее играть. Даже когда у вас дровка в таверне, вы же знаете, что тут. Больше там двух человек не будет, скорее всего. Много телепортов вниз. Да, на аванпосты хотят шамана. Да, шаман. Шаман. Знают, знают, видят, находят, бывают шаманов. Есть экзорцизм. В принципе, хотя не, а на хай гранат понижили, не захотите. Лучший вариант, лучше уж пойти на МИТ-2 забрать. Шат уже здесь. Ну, викинги так пока активно снизу двигаются, посмотрите. Сейчас мне ожидают на хизу нажмут ультимейт и посмотрим, что имперцы будут делать. Да, ультимейт активировал. Телепорт, разумеется. Умокеру надо, наверное... А, он потратил только что портал и думал, что ему, может быть, лучше стоять в топе и просто продолжать пушить. Ну, вот, поскольку тут с активированным экзорцизмом и аегисом защищаться будет очень трудно. Вспомни, как Hellraiser в такой момент играли на второй карте. Они же просто пошли трейдиться. Пытаются пробить фантомку. Это не так просто сделать. У нее еще аегис есть. Ну, и смысла нет, да. Она же спит с аегисом. Машер доехал. Не, ну, смысл-то есть, чтобы она тебе просто, ну, бараки не сломала, пока экзорцизм работает, но... Убить ее два раза, надеяться на выигранный тимпайт, довольно сложно. Ну, окер в итоге здесь особо так ничего не сделал. Там, что-то, скиллы какие-то покидал, колдснэпы, торнадо. Да, немножко замедлил пуш, но... Мог бы стянуть героя в топ. Точно так же. И, может быть, в боте бы даже какую-то драку навязали. Реведж просто вплотную к дроу рейнджер, но команда далековато. Врывается фантомка. Какая команда, если есть фантом-ассасин? Вставится пауза. Пауза лаги, так сказать. Вопрос в чат? Ну да. Лаги, лаги. Это жестко, кстати, сейчас было. Это реально прям... Это прям токсично было, в частности. Лаги. Вплотную дал реведж, написал лаги. Не, ну это... Кто-то плюс дает, кстати, хорошие шансы имперцам. 20% вообще. Угу. Ну, видите, та же с Блэкинг Баром. Вместе Тайт врывается вплотную. Вы видели сегодня уже кума, на который не реагирует. Так же среагирует. Дровка без бая. Если без шуток. Целую минуту ее не будет. И за это время можно... Через мид зайти на бот, например. Холмать там башню. Можно и мид попушить. Посмотрим. Посмотрим, что делать делать. Пак Патроны Волшебства все это время еще находится. Вот что неприятно. Имперцы пока игнорируют. Ну аж как они-то будут от инвокеров? На спаме может быть. Вангольер сейчас может утро лентандром немножко раскрутиться. Ну, АИКС пропал. ВКБ Фантом Ассасин остается. Дровка не выкупается. Вроде как викингов не должно ничего пугать. Дровки нет. Можно играть. Инвокер Хекс закупает. Ого. Жестко. Очень-очень сильный предмет. На все деньги, понятно, закупаются. Фантом Ассасин могут попытаться сейчас быстро убить. Но это не серьезно. Просто захексили. Казарма упала. Казарма упала. Мечников. Можно сказать, что центральная линия... Керцев. Отсутствует. Ну и за это викинги ничего не потеряли. И героев. И до этого только Рэбидж отдали. Из Арциза можем вот-вот появится. Фантом Ассасин почти готов к Эбису Блэйд. Преимущество все растет и растет. Растет и он диску пока появился. И получится его захексить и убить тоже. Ой-ой-ой. Мекс в ответ. Что-то еще надо выбрать. Форстав. Просто форстав. И вот полетела Друрэйнджер. Вот она полетела. Криты. Сейчас может быть ГГ. Байбаков-то нет. Снова. Вот. Вот она сила саппортов. Понимаете? Предыдущий раз Тайт ворвался. В общем, в соло убил Друрэйнджер. Понятно. Фантомка прыгнула. Там не нужно быть гением игры. Тут Синий просто врывается. И Рау-Рейнджер нажимает БКБ поздно. Падает вторая линия. Это еще при активированном экзорцизме. Какое-то время он поработает. Этого хватит, чтобы забрать линию. Инвокер. У него хороший билд. У него отличный нетворс. Инвокер 0 претензий. Но не можешь ничего сделать. Один. Против того, что у Дайер есть. Там часы остается. Диск до сих пор не активен. И пала две линии. Надо аванпост перехватить. Что это охвачено уже долгое время за имперцами. Получают они опыт халявный. 16к перевес. Бангольер покупает тебе грифсы. Спрасывать себя сайленс можно. Сейчас, кстати говоря, очень сильно улучшили Меку. Может, почаще мы будем ее видеть. Да, она очень дешевая по мане. Там раньше она 200 стоила. Сейчас стоит 100. Ну, грифсы, конечно, вообще бесплатные. Да, что, несомненно, делают их лучше. Но грифсы и дорогие очень. Грифсы, извините меня, да, там рецепт очень больших денег стоит лучше. Если уж на саппорте собираешь какой-нибудь там гост. А в Смайли Найта видит сейчас прыгает пак. Ставит римкойл, но только в инвокера. Шаман выдает скиллы. А у Ума есть... Как-то вроде его фукусят. Вольно, больно паку. Да, а Фантомка только сейчас приходит в драку. Есть Абисал. Блин, Крэвадж. Походу, похороны здесь. Похороны. Да. И ребята играли лишь в ноль. Байбеков там нет. Инвокер как-то отспамливается. Ставит Змейки. Закрывает Тини. Тини толкают просто Таффом сам себя. Хекс на Death Prophet. Прыжок просто от шада. Один крит погибает. Шаман. Крит на инвокера. Лаки шот и есть дизарм на какое-то время. Байбеков это шаман. Идет дальше погоня за Фантом Ассасина. Фантом Ассасин еще на развороте может подраться. Активирует блюр. Подходит Тайт Хантер. Хекс на Тини. Прыгает Петушара. Фантом Ассасин. Кинжала раскидывает вокруг. Петушара раскрутился. И вроде живет. Фантомка очень круто на хит-н-дране играет с талантом на каст-рэндж блинка. Вот странно, что Фантомки каст-рэндж блинка не убрали. Всем же героям понерфили таланты на каст-рэндж. А Фантомки... Ну, как? Фантомки, по-моему, тоже понерфили. У него было то ли три сотни, то ли... Сейчас посмотрю. Неинтересно даже. То есть у него, по-моему, было больше. Вот. Но остальным-то героям вообще убрали. Почему Фантомки не убрали? Плюс еще механику месов бафнули тем, что... Ну, ты понял, чем. Да. Что рапира не дает. Фантомке вообще комфортно, да. А Фантомке играть не так. Ну, ладно. Так-то имперты сейчас огрызнулись. Сделали несколько убийств. Но мы видим, где викинги вообще дрались. Вы видите, что Т2 стоит на топе, а ребята на Т3 дрались на верхней линии той же самой. У меня тут была наглость. Рошан с Аганимом. Аганим... Для Инвокера, пожалуй, там какой-то катаклизм можно выбрать. Но Рошан еще не упал. Вот что, проблемка. Инвокер. БКБ нажимает. Дерется на развороте Фантом Ассасин. Не нажимает. БКБ нажимает. Слишком поздно его. ХП много отдает. Отпрыгивает просто подальше. Дровка в погоне. Сонстрайк. Не попал. Чуть-чуть не хватает. Не попал, но попал удар с Малиной. Там урон безумный просто в эту Фантомку. И Т2 на горе. Отдыхает. Фантом Ассасин выкупается. Интересно. Драка продолжается. Бэбэк от Т2. Ребята понимают, что имперца больше нет способностей. Прыжок за Троу Рейнджер. Троу Рейнджер. На конца живет, но жизнь бесконечно не получится. Ну и Пангольер без кнопок остается. Убивают и его. Могут имперцы сейчас тоже дружно выкупиться. И пойти уже повоевать в последний раз. А то против Айгиса не выкупаются. Против Айгиса придется играть. Аганим. Тайду, кстати, Аганим круто. Или Пашкин, наверное, все равно. Да, Пашкин. На, Пашка забирает. У Тайда просто очень классный Аганим в сочетании с различными физдепейсерами. Когда он вот эту волну кидает. Что у него, кстати, там по талантам? У него 17 уровень. Да, у него гаш дэмэдж. И на 20 берешь минус 4 армора. Для первого спела. И ты вот этой волной просто уничтожаешь. Уничтожаешь сам. И очень сильный дебаф накладываешь на врага. Фантомка просто всех порежет. Пока работает бэкдор протекшн. Шат пытается прогибнуть. Окупаться придется. Похоже и дру рейнджер. Окупаться придется. Хотя 30 секунд. Глиф есть. Если как-то сейчас инвокер там разыграет. Главное не умереть самому. Потому что ведь может еще и пак прыгнуть. И рюмку его поставить. Блокер с байбэком, если что, сам. В случае чего. Тени ворвался. Здесь пусто. Нормально. Не спешат викинги прям и те ломать. Тоже немножко бояться. Дождались ревейджа. Как минимум сейчас будет попроще. Разбирает тут вам. Убирает 2. Торнадо. Баг прыгает. А вдруг здесь кто-то есть. Пусто там. Торнадо было с безопасного расстояния. Выкинуто. Ну и перцы появляются. Все вместе. Экзорцизм 50 секунд. Есть ревейдж. Диспрофит с Блинкдайгером. Тени гост. Форстаф. То есть от дру рейджера можно спасаться просто нажав гост. Инвокер. Закупать ничего не может. Надо бай оставлять по-любому. Дру рейджер после БКБ. Может тут пока ничего не купить. Байбэк. Толкают викинги все линии. Пак на пуш. Вниз отправляется. Ну и викинги не спешат. Можно дождаться спокойно экзорцизм. И будет и экзорцизм, и Аигис еще комфортное время для того, чтобы заходить. А фантомки, я вот так смотрю на предыдущие драки, какой-то сатаник, наверное, неплохо было. Блять. Не хватает немножко возможности в момент, когда не кликнул БКБ вовремя нажать сатаник восстановиться. Как в прошлой драке. Он бы помог, фантомка бы там восстановилась полностью ядровку, и это убивало бы. Проблема. Ну, тут вопрос, дойдет ли до этого еще игра. 45 урона. Спелл призом, нахуй. Не знаю, для Тайтхантера, или для Пака, или для ДП. ДП, предмет, который многим берем пригодится. Кляпак, конечно. Кстати, спелл призом тоже довольно жестко понерфили. Еще минус 6 статов. Там же изначально сколько было? 20? 12. Нет, ну в прошлом патче. А до этого патча. По-моему, было 20. Ага. Там было 20. Мне почему-то казалось, что спелл призом это не про статы все же, а про эффект. Про КДР? Ну, так нет, в том-то и дело, что его используют ради КДРа. Но вот даже Егорыч в Твиттере писал еще, до того, как понерфили его первый раз, что что это вообще за беспредел? Нереально крутой нейтральный предмет, который дает большой процент КДРа героям. Так он еще и там 20 статов дает. Ну, я не помню, сколько он реально давал. По-моему, 20. Блин, сейчас пойду гуглить. Надеюсь, есть это в чинж-логах. Заход на третью линию. Экзорцизм. От спама Дру Рейнджер. Мультишоты. Алакрити. Половинка башни упала. Это в большей степени экзорцизм работает. Фантом Ассасин аккуратно бьет. А Эггис в инвентаре еще полторы минуты. Торнадо. Фантом Ассасин может остаться без мана. Нет, отпрыгивает подальше. Никто ману не теряет в этом моменте. Хизух, как больно там. Ну, сыр остается. Если что, Хизух в запасе. Надо что-то делать. Имперцам нельзя просто смотреть. При этом посмотрите, как сильно толкается и нижняя, и центральная линия. Викинги сейчас могут с новыми крипами заходить. Фантом Ассасин. Прыжок. Глупоко. Дрим Коил Дру Рейнджер просто разрывает на части. За несколько секунд. Фантом Ассасин не нажимает. БКБ остается Аэгис, поэтому нет смысла рисковать. Ну и БКБ Дру Рейнджер в панике. В районе Фонтана. Тут Смоленайт уже нажимает, возможно, все кнопки, чтобы хоть что-то сделать. В рифт на Дру Рейнджер. Дру Рейнджер. Тос получает. Реведж. В дровку после байбека. Ну и БКБ уже нет. Погибает Дру Рейнджер. Не будет ее 110 секунд. Раскатывается Бангольер. Инвокер сейчас попытается 2000 кнопки нажать. Но нет. Скоро. Скоро говорит, хватит. ГГ. И победа команды Викинг. 2-0 в матче. Да, Фантомку даже один раз не могут убить. Двумя Т4 вышками, вардами. Очень сложно было играть. Ну, что сказать. Это была играбельная карта для Эмпайр. В принципе, можно было, наверное, сыграть намного лучше. Если бы Смоленайт, помнишь, он там 3-4 раза просто умер где-то на карте. Его ловили, убивали. Того же самого не делали с Фантомкой. Ну и вот банальная разница. 4-12 кэри команды Эмпайр. И 17-2 кэри команды Викинг. То есть банальное сравнение КДА дает ответы на все вопросы. Ну вот и все. Да, да. Как-то неожиданно. Хотя после первой карты, да, было понятно, что тяжело будет имперцам. Они неплохо здесь сражались. Тепрест кит на инвокере. 7-1-5. Блестящая игра. Наверное, лучше он сыграть не мог. А своим героем сделал все, что смог. И Пака там умудрялся как-то убивать. Вот этот Хекс быстро появился. Но в остальном везде были проблемы. Викинги побеждают. Викинги проходят на команду Брейм. Этот матч уже будет сыгран завтра. Но плей-офф продолжается. Сегодня мы увидим два матча на 2CL. Дальше по плану команда Spirit Unique. И завершающий матч игрового дня HighCost и CostFrogs. Мы с Форсом прощаемся. Передаем трансляцию другим комментаторам. Всем хорошей субботы. Пока. До свидания. Всем пока. Сегодня воскресенье. Всем хорошего воскресенья. Всем пока. Короче. Субтитры сделал DimaTorzok